Возвращаемся в эфир, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы заметили и оценили нашу новинку. Новинки преподносят не только шахматисты, но и организаторы трансляции, что во время перерывов у нас стоит не безликая табличка с надписью, что, мол, репортаж скоро возобновится, а вы видите просто панораму турнирного зала в прямом эфире. Если там что-то происходит, кто-то у кого-то выиграл, кто-то на радостях одел майку на голову и побежал по площадке, как на футболе после забитого гола. Вы все это увидите реально в прямом эфире. Я надеюсь, что это действительно интересно. К тому же операторы выхватывают крупные лица, ну и действительно мы продолжаем находиться на площадке. И очень интересно во время нашего перерыва сыграл Магнус Карлсон. Его не удовлетворил неторопливый ход борьбы в партии с Фабианом Каруана, и он сумел осложнить игру. Давайте посмотрим, как это было, просто Фабиана предложил размен ферзей. Казалось, что здесь уже действительно такая тихая заводь, где ничего не происходит, но, как известно, в тихом ом эти черти водятся. И вот этих чертей Магнус нашел после неосторожного хода А5. Я думаю, что, наверное, белые могли как-то, ну, ладья Е1 могли сыграть. Вот так крепенько, чтобы никакая дальше тактика не прошла. Я думаю, что Фабиана сам потом пожалел, что не сделал этого аккуратного хода. Он сыграл А5, и здесь Магнус взорвал, буквально взорвал большую диагональ ходом С5. Ну, конечно, позволять белым брать на Д4 нельзя, но от ДС сразу слон бьет С3. Вот так прилетело издалека. Но теперь, если взять на С3, то после комбьет С3 пока у белых лишняя фигура, но заметьте, что подвисают две. И слон не сможет удержать под контролем коня. В общем, черные здесь отыгрывали бы пешку, фигуру, оставаясь, видимо, с лишней пешкой. Ну, вот поэтому Фабиана... Знаете, как говорят? Фабиане. Но, на самом деле, наверное, итальянское имя не стоит так склонять. А вот Круану мы склоняем, да? Круана, Круану, Круане. Тоже, в общем, в этом есть такие спорные моменты. И, в общем, скажем так, итальянскому шахматисту под американским флагом пришлось напрячься. И он сделал ход А6. То есть, ясно, что слона на С3 брать не будем. Ну, и теперь вот он задумался, брать ли сразу на А6 ладьей. Не знаю, в этом случае может быть слон Б4, слон Д4, нападаем на пешку С5. А он сыграл, сделал ход конь А5. Ну, вот теперь уже слон на С3 реально подвисает. Черным надо как-то реагировать. То есть, что у нас получается по пешкам? Пока у черных формально одна лишняя. Но ясно, что пешка на А6, скорее всего, не жилец на этом свете. В общем, я думаю, что белые в итоге отыграют. И какие здесь у белых есть позитивные моменты? Ну, во-первых, пешка на С5, она может стать сильной проходной, если, конечно, белые успеют ее просто поддержать фигурами. И сейчас, наверное, мы увидим ход слоном с С3. Вот вопрос в том, куда этот слон пойдет. Разменяется ли он на А5? Или просто куда-то отправится в освоясе на Ж7 на Ф6? Это большой вопрос. Ну, не знаю, там просто можно уйти. И на слон бьет А6, наверное, надо прыгать куда-то на Б4. Я предполагаю, что позиция еще остается в рамках примерного равенства. Хотя, вот если вот так присмотримся сюда и увидим эту пешку страшную на С6, то, в общем, как-то становится волнительно за чемпионом мира. А правильно ли он поступил, что таким грубым образом со своим соперником обошелся? Давайте еще раз. Значит, вот слон отступает. Я не знаю, есть ли какая-то разница между слоном Ф6, слон Ж7. Ну, в нужный момент мы его переставим куда надо. Значит, слон бьет А6. Ну, то есть у белых идея продвинуть эту пешку как можно дальше. А может быть, Магнус вообще не прав? Это, конечно, опять-таки святотатство, да? Но... Но может оказаться правдой. То есть в результате всех этих осложнений белые все-таки получили сильную проходную. И вполне мы можем получить иллюстрацию, что тот, кто посеял ветер, тот пожнет бурю в своем огороде. Да, ну, в общем, может быть, здесь у нас будет не бесцветная ничья, а может быть, прольется чья-то кровь, причем еще неизвестно чья. А знаете, а может быть, нам надо все-таки не скромничать, а как-то либо разменять этого коня, либо напасть на эту пешку. Допустим, вот так. Слон Б4. Хотим съесть. Если С6, то... То я не вижу каких-то еще положительных моментов. Все-таки, опять-таки, угрожает слон бьет А6. Ну, не знаю, разве что конь С7, но здесь слон Ф4 есть ход. Мне кажется, что инициатива в целом на стороне белых здесь. Если слон Д6, то можно где-то схлопотать вилочку на Б7. Да. А может быть, вы знаете, может быть, Фабиана Круана так хитро спровоцировал своего соперника. Ведь он же прекрасно понимает, насколько хочется Магнусу выиграть сегодня. Насколько даже не только хочется, но и нужно. Вот с командной точки зрения настолько нужно Магнуса выиграть, что он обрадовался первой же возможностью хоть как-то осложнить игру. И вот теперь, наверное, может быть, и Магнус уже будет разочарован. Хотя обратите внимание на задумчивость соперников. 21 минута против 46. То есть Фабиана отдал огромное количество времени. Ну, а действуя по методу исключения, я прихожу еще к ходу размен на А5. И здесь конь Б4. Вот достоинство этого продолжения заключается в том, что белая пешка хотя бы не идет прямо сейчас вперед. Ну, может быть, именно так и придется сыграть. Но здесь, я думаю, что контуры какого-то окончания с разноцветными слонами, соответственно, скорее всего, с ничьей, уже просматриваются. Ну, ладно, дадим возможность чемпионам мира немножечко подумать. И давайте перейдем к нашим прекрасным, неповторимым девушкам, которые продолжают сражение. На первом столике, на первом, в самом главном матче играют китайские девушки и американские. Так. Сейчас я иду к этому матчу. И вот, вот она чемпионка мира. Итак, Ирина Круш. Давайте, размер ферзей мы видели. Вообще говоря, у белых чуть-чуть поприятнее все-таки. Потому что пешечная структура похуже у черных. Слон пока на С8 стоит бездельничает. Но вы знаете, Е5 ход такой довольно жесткий. Слон выходит на Е6, но все-таки пешка на Е5 слабость. И вот мы видим, что Ирина задвинула коня на Д6. Заставила черных сделать вот такой пассивный ход. Вы знаете, когда комментаторы рассказывают о позиции, о партии, в которой играют великие шахматисты. Я не побоюсь этого слова. Все-таки к Хоуи Фань можно уже такое говорить. Всегда все-таки есть какое-то такое подчеркнутое уважение к этим игрокам. И даже если вот комментатор видит, что у чемпионки или у чемпиона мира положение очень сомнительное, он все-таки, знаете, говорит обтекаемые фразы. На всякий случай, чтобы не ошибиться. Ну, мало ли, мы ведь тоже люди, мы на самом деле смотрим на позицию. Вот мы видим, я вижу эту позицию примерно 5-10 секунд. Мне надо сказать об этой позиции что-то умное. А чемпионка мира или чемпион мира видит ее уже час и ее так глубоко изучает. Соответственно, конечно же, игрок, находясь за партией, видит и понимает гораздо больше, чем комментатор. Ну и, соответственно, если здесь с какой-то опрометчивой оценкой выступишь, ну, потом выяснится, что ты был просто неправ. Ну, вот я сейчас тоже в этом плане, у меня определенные колебания. Мне ужасно хочется сказать, что у белых совершенно понятный, четкий и неоспоримый перевес. Я просто вижу, что у черных есть слабости на b7, на f5. Кстати, можно где-то сыграть f4 и просто зафиксировать эту слабость. Король на b2. У белых есть масса возможностей усиления. А что есть у черных, я не вполне понимаю. Тем временем Ирина сыграла ладья d2, тоже абсолютно здравый ход. Потом можно будет вторую ладью подтянуть, король на b2. Но давайте все-таки из уважения к чемпионке мира скажем, что вместе с тем положение достаточно прочное. И белым не так-то просто развить инициативу. Я думаю, что все после этого будут довольны. Теперь партия номер 2. Ювин Юн против Пайкидзе. Здесь моя оценка остается прежней. У белых перевес. Достаточно неоспоримый, достаточно четкий. Все-таки черные очень пассивно стоят. Слон на b7. Не красавец. Пешка на c6. Все время слабость. И последним ходом ферзь b4 китайская шахматистка предложила размен ферзей. Но вот если сейчас взять, ну просто пешка c6 потеряется вообще сразу. То есть, соответственно, черным надо как-то уклоняться. Возникает вопрос, как? Ферзь c7 не хочется подставляться, да? Ферзь d8. Тогда где-то, может быть, можно ходом опять подцепить черную структуру. Я не знаю, как насчет хода конь c5. Он, наверное, здесь не является каким-то серьезным действием. Потому что это просто удар по воде. Да? Слон ушел. Ну, в общем, я думаю, что рисунок борьбы здесь абсолютно понятен. И я даже без каких-то политкорректностей просто выношу свой вердикт. У белых явно лучше. Так, идем дальше. Ну, то есть, пока вот вы чувствуете какой-то обмен. Где-то на первом столике у американских девушек лучше, на втором у китайских. Так, здесь третий столик. И Анна Затонских, которая играет белыми, представляет Америку. Мне кажется, у нее все-таки немножко поприятнее. Слон с b2 все-таки достаточно сильное воздействие оказывает на королевский фланг черных. Где-то, если сейчас белые уведут короля, и возникнет идея прыжка коня на f5. Мне кажется, что Танчжуньи, китайской девушке, придется здесь вести оборону. И надо посмотреть, справится ли она. Еще обращаю внимание ваше на тот факт, что у черных не сделана форточка. Все-таки положение черного короля тревожное, с учетом того, что белый ферзь может где-то на восьмой ряд пробраться. И так получается, что два плюсика в пользу американцев, один плюсик у китайских девушек. Так, ну а здесь... Так, а здесь мы видим небольшой сбой компьютерной программы. Сейчас я это исправлю. Но я успел заметить, на мой взгляд, счет плюсиков сейчас сравняется. Потому что на четвертом столике в матче Китай-Америка, там, по-моему, у белых есть все-таки перевес. А белыми играет китайская девушка Го Ци. Сейчас я к ней приду. Недолг путь. Недолгим будет ваше ожидание. Так, ну давайте посмотрим просто как случилось это все безобразие. Значит, в какой-то момент... Я вообще думал, что белые сами проведут Е4. Но черные не стали ждать у моря погоды. Размен, размен. Так, конь Д5. И взяли конем. Так, ну что здесь делать? Брать ферзем как-то не хочется из-за слом биджи 6. Брать ладьей. Ну, не видно, собственно, препятствий. Единственное, что белые здесь, наверное, смогут завладеть инициативой. Вот после такого продолжения примерно. И вертикаль окажется все-таки в их руках. Так. Ну, хорошо. Суммирую впечатления. Матч примерно равный. Американки держатся исключительно достойно. И, в общем, по большому счету молодцы. Опа! Вы знаете, Моника Сочка выиграла эту партию буквально в три хода. Помните, я говорил, что Юлия Швайгер здесь, ну, как-то так, ну, несколько неосмотрительно разыграла дебют. Ферзь G3. Так. Слон D3. И F5. Да, вот этот самый ресурс изрядно напряг положение белых. Но сейчас ученых очень простая идея. Много раз разменяться на Е4, вскрыть вертикаль F и дать белому королю просто-напросто мат. Размен. Взяли на F3. И просто сдалась. Да, вы знаете, это удивительно. Как-то вот то, что происходит, ну, немножко не соответствует, я бы сказал, уровню мероприятия. На Олимпиаде все-таки на третьем столике. Ну, так белыми рассыпаться, как-то это очень странно. Юля, Юля, видно, что перспективная шахматистка, но, видимо, здесь совершенно не справилась со своим, ну, с нервами, да. Еще раз повторяю, давайте посмотрим G3. Вот в чем же была проблема? Почему Юля не сыграла G3? Ну, Ферзь H5 тогда сыграем слон G2. Вроде бы защита есть. То есть удары на G3 нигде не висят. Я просто, когда вот мысленно слон бьет G3 смотрю, у меня остается остаточный образ слона на E5, который еще конян C3 каким-то образом атакует. Но ведь если вы ударите слоном на G3, уже этого слона не будет в природе. Так что не имеет смысла. Короче говоря, ход H3, видимо, оказался грубейшей ошибкой. Ну, и Моника Сочка вывела свою команду Польши вперед. И таким образом Польша лидирует во встрече с Израилем. Так, а мы переходим к матчу России против Вьетнама. И, конечно, я вот с таким неприятным предвкушением жду взгляда на партию Вали Гуниной. То есть как она там выкарабкивается после этого жуткого удара конь D5. Так, ну, а это партия Александр Костенюк. Ну, нормальная позиционная игра. Мне кажется, что никаких особенных проблем здесь нет ни у белых, ни у черных. Я бы, конечно, все-таки предпочел играть белыми, как-то им немножко понятнее. Да, есть пункт D4, может быть, А3, B4, можно дальше развиваться. А вот что делают черные, где они хотят атаковать, это мне не совсем ясно. Но будем надеяться, что Саша придумает. Так, а вот это Валя. А Валя, как вообще это получила? Вот, еще раз, конь D5. И она сделала, видимо, единственный возможный разумный ход Ферже 3. Так, Ферже 3. Очень интересно. Но последовал ход F6, я могу назвать его абсолютно логичным. Действительно, хочется каким-то образом подгрызть белые фигуры. CD. Так, ну это, это вот, видимо, ключевая, ключевая ситуация. Не знаю, может быть, конечно, черным надо было просто взять ED, нападая и на ладью, и на слона. Вы смотрите, зависает ладья. А она реально зависает, там же Ферзь защищен. Слон висит. Если сыграть ладья D2, то после взятия на D5, ну, наверное, просто можно, ну, не то чтобы сдаться, но, в общем, загрустить можно. Не знаю, почему вьетнамская шахматистка так не сыграла. Если D6, Ферзь бьет C2, D7, ну, слишком, вы знаете, как-то слишком много фигур у черных остается. Ну, в общем, она почему-то не воспользовалась этим шансом. Не знаю, я вот опять-таки вижу эту позицию примерно вот пятую, десятую секунды. Но последовало ED. Тоже, наверное, ход как ход. Слон B3. А! Вы посмотрите, слон B3, здесь выяснилось, что на взятие на E5 белую успевают пробить на D5. Ну, так это же праздник для белых. Просто праздник какой-то. Ладья D8, слон бьет F6 и F4. Ну, что тут скажешь? Только ту самую фразу, о которой я говорил вчера. В общем, отделались легким испугом, да? Вы помните, как Остап Ибрагимович Бендер попал под лошадь, и в газете было написано, что он отделался легким испугом. Ну, и потом, соответственно, прочитав заметку в газете, пришел требовать опровержения, сказав, что это еще неизвестно, кто отделался легким испугом, я или лошадь. Так что вот здесь, мне кажется, что у белых все снова стало хорошо. Ну, и мы видим, что Валя Гунина даже преисполнена агрессивных намерений, собирается, сыграл H4, хочет дальше играть H5. Черные играют Fc5, ну и намерены оспорить превосходство белых в центре. Кстати, абсолютно логично, я не знаю, может быть просто ладья E на D1. Потому что размен на E5 вряд ли составит для белых проблему, ну а идея H5 по-прежнему остается. В общем, Валя молодец, Валя каким-то образом выкарабкалась. И, в общем, на нее мы строим все-таки большие наполеоновские планы. Она должна приносить родине уголька, причем желательно крупного. Так, теперь Саша Горячкин ведет непростую оборону. Во встрече Сангуэн Ти Май Хунг. Ой-ой-ой, как навалились на Сашу-то. Ой-ой-ой. Ну, вы знаете, она девушка прочная. Она так северная, терпеливая, стойкая. И я вижу, что она успешно отбилась. Более того, мне кажется, что здесь за счет просто банального преимущества двух слонов, наверное, черных даже и поприятнее. В общем, Саша молодец. Чемпионка России должна, в конце концов, опять-таки, принести команде какие-то успехи. Так, ну а это Наталья Погонина. Так, смотрим, что после хода Б3 последовала Аш5. Вы знаете, вот эта девушка Нгуэн Ти Тхан Ан, она, видимо, не склонна отступать. Ну и Наташа пошла просто в штыковую. Начинается такая яркая рубка. Конь Ж4. Черные намерены поставить коня на Е3. Ферз ЕЦ1. Не пускаем коня. Ну, у белых простая идея путем Аш3. Оттеснить этого коня вообще бог знает куда. Туда, откуда не возвращаются. Ну, кстати, у белых неожиданно выяснилось, что тоже слон-то расположен не Ахти. Слон Аш4. Ферз Е8. Вот интересно, почему Аш3 здесь не было сыграно. Уж очень напрашивалось, могу сказать. Очень напрашивалось. Как-то вот выяснить, что делает этот конь на Ж4. Но почему-то воздержалась Наташа. Она, конечно, укрепила центр. Ход слона С4 смотрится изящно. И вот черным путем Е5 подбрасывают новые поленья в этот огонь атаки. Взяли, взяли. Да, позиция сумасшедшая. Оценить ее чрезвычайно сложно. Кто здесь прав, кто виноват, я не знаю. Конечно, напрашивается ход Аш3. И на коне В6, я не знаю. Может быть, даже вообще ход Ф5 какой-то сделать. Ну и дальше драться, кусаться, царапаться. Ну, в общем, делать все для того, чтобы добиться нужного результата. Ну, может быть, вот ход Ф5 не совсем справедливый. Потому что здесь, конечно, где-то на ход Д5 можно нарваться. Но, в общем, надо как-то, может быть, в другой редакции. А еще есть, знаете, какая идея? С ладьей на Д4 пожестче поговорить. Вот если мы, например, на нее просто нападем. Тогда, я думаю, возможно, вот такой размен. Взяли на Ц4, а потом берет слон, бьет на А1. Ну вот, в чью это пользу будет, это, опять-таки, сказать крайне сложно. И для Натальи сейчас пришло время серьезных испытаний. Надо считать варианты. Так, это Ирина Круш на ваших экранах. Еще раз повторяю. У нее есть определенное преимущество в партии с чемпионкой мира. И, сами понимаете, что если на первой доске удастся победить, ну, это будет блестящий задел на весь матч. А мы переключаемся на доску Анны Музычук против Зейнап Мамедьяровой. И здесь видим, что яркий дебют оборачивается таким неторопливым, спокойным позиционным маневрированием при картине, в общем-то, некоторого превосходства белых. Видно, что слон на два фланга, белые первыми занимают центральные вертикали. В общем, у Анны получше, у Зейнап похуже. Так, это тот самый ежик, ни головы, ни ножек. Встреча Мамадзаде против Марии Музычук. Ну, здесь могу сказать, что Гунай действует пока достаточно грамотно. Свои пешки не ослабляет. Ну, а Мария, как партизан в лесу, ищет возможности для какой-то вылазки. Да, хочет где-то сыграть Д5. А может быть, пешка Аш идет куда-то в район поля Ашты для того, чтобы ослабить всю эту пешечную цепочку. Так что здесь выставлять какие-то оценки еще просто рано. Так, теперь Ушенина. Ну, вот у Ушениной началась какая-то война в центре. Так, значит, Гульнар Мамадова начала какую-то акцию возмездия на королевском фланге. Причем, обратите внимание, что у белых-то король стоит на Е1, вообще не рокированный. Ф3 сюда. Конь на Ф5, кстати, перескакивает. Смотрится очень перспективно за черных, я вам могу сказать. Е4. Ну, это, знаете, мужественный ход. Мужественный ход в исполнении красивой женщины. Белые пожертвовали пешку, зато обеспечили себе положение короля. И мне кажется, что у белых есть позиционная компенсация. Конь Б6. Но попытка влезть на С4 не удалась. Ферзь С5. Ладья Б8. Разумеется, черные настаивают на своем варианте размены ферзей. Так. Не знаю, мне кажется, что здесь у черных должна быть хорошая игра, например, после хода Конь Ф5. То есть идея такая, где-то отгрызть пешку на Д4. Но и я полагаю, что вот этот тотальный перебой, который здесь возможен, приведет к очень комфортной игре для черных. Так что здесь осложнение сейчас в самом разгаре. Но кто в итоге сгорит, мы пока не знаем. А здесь в партиях Хаятова против Гапоненко, как легко заметить, у черных сразу две лишние пешки. И вы знаете, Айдан здесь играет очень азартно. Я пока не вижу, какая-то здесь серьезная компенсация у белых. Например, черные коня могут на Д4 поставить. В общем, идет очень такая тонкая психологическая дуэль. Вы знаете, иногда действительно вот у девушек бывает так, что инициатива может оказаться важнее материала. Но для этого надо же еще создавать какие-то угрозы. Я пока не вижу, что Айдан хочет здесь делать. В общем, в целом, в целом, опять подвожу итог. По-моему, в матче Украина против Азербайджана преимущество в целом на стороне украинских девушек. Так, это у нас Го Ци, да? Девушка Го Ци. Я регулярно вижу китайских девушек в гостинице. Они все время так мило щебечут между собой, естественно, по-китайски. Ни слова понять невозможно, просто ни слова. Вот, атмосфера в команде у них замечательная. Видно, что девчонки дружат друг с другом. Но я бы сказал, что Хуи Фань держится все-таки немножечко особняком. Ну, вы должны понимать, что она чемпионка мира и, в общем-то, очень большой человек, действительно. Ну, а вот остальные девушки, ну, просто вот такие лапушки-подружки просто. Так, ну, хорошо. Мы болеем за всех и не только за своих. И переходим к мужчинам. У нас сейчас половина шестого по бакинскому времени. В общем-то, в разгаре все партии. Так, ну, про партию Ильянов Харикришна, я думаю, долго разговаривать не надо. Здесь соперники умудрились каким-то образом разгрузить центр. И, по-моему, полностью уравнивается игра. То есть ничего серьезного здесь, наверное, нет. Сейчас черный конь вернется на Ф6. Ну, хорошо, у белых есть одна надежда. Знаете, вот вообще в подобных структурах есть одна, но пламенная страсть. Поставить коня на Д4 и в итоге выдрузить его на поле С6. Если конь внедряется на С6 в каком-то ближайшем будущем, то у белых будет перевес. Но надо еще посмотреть, как это сделать. Может быть, кстати, так и делать. Конь Д4, например, если черный сдваивается по вертикали Д, то холодно проигнорировать это противостояние ходом ладья С1. И вот уже здесь за ходом конь С6, что называется, нужен глаз да глаз. Ферзь Д7, может быть, еще пешку на Б5 задвинуть. Ну и потом конь на С6 разместится с громадным таким эффектом. Хорошо, тогда вот давайте я немножечко воздержусь здесь и придержу своих комментаторских коней. Не стану говорить про полное равенство. Не исключено, что Павел Ильянов здесь ведет тонкую, хитрую политику. Воистину восточную. И все-таки намерен поставить проблемы перед соперником. Так, а это у нас вторая доска, где Атхибан играет против Пономарева. Мы здесь видели, как белые сдали центр. Вообще действует чрезвычайно вкратчиво. Слон Б3. Но опять-таки, вот я не вижу никакой проблемы за черных. А вот у белых, между прочим, я вижу слабую пешку на Д3. По-моему, у черных просто поприятнее. Хотя, хотя и белые вот этим ходом обозначают кое-какие слабости у черных. Пешка на Б5 висит. Б4. Ну, обычно в подобных структурах ход Б4 означает уступку. Потому что поле С4 обнажается, пешка С5 окончательно фиксируется. Но не исключено, что Руслан делает ставку на давление на пункт С3. Значит, последовало конь Е4. Ну, вот белые, видите, наседают на пешку С5. Конь Е4 и разменчик. Разменчик, после чего белая пешка на Д3 подвисает всерьез. Играть в ФС4, видимо, нехорошо из-за конь Е5. И у белых уже проблемы становятся более чем реальными. И у меня возникает такое подозрение, что... Ну, надо, конечно, опять-таки считать варианты. Вы знаете, вот, может быть, прямолинейная логика здесь не приводит к комментаторскому успеху. Допустим, если черные съедают пешку на Д3. Кажется, что это колоссальное достижение. Но вот надо еще продлить на пару ходов. Ферзь С4, может быть, где-то здесь начнет подвисать пешка С5. Не знаю, надо посмотреть. Хотя здесь... Я уж не знаю, как насчет вот этой жертвы качества. Наверное, это зазнайство. Но, может быть, просто можно отступить пока ладьей, ну, как-то покрепче. И теперь, в случае конь С5, где-то может пройти вот такой неожиданный прыжочек. Конь А5, и белые все-таки где-то потеряют вот этого коня. Ну, я не знаю, может быть, ладьей на Д8 надо было стоять, чтобы не было там каких-то нюансов. В общем, от индийского шахматиста, могу сказать, вот наверняка. От индийского шахматиста сейчас требуются какие-то, ну, серьезные меры по укреплению своей позиции. Ну, и, например, если он сыграет пассивно, ферзь С2, ну, здесь даже просто ферзь Д7, и, по-моему, пешка съедается или не съедается. Да, вот здесь неожиданно ферзь А4 есть ход, коня подвешиваем. Ну, короче говоря, дорогие друзья, позиция хитрая, и пусть хитрые шахматисты, которые за доской есть, они, соответственно, все вычисляют. Так, Криворучка сыграл в ничью, и мы видим, что Карлсон согласился на ничью, дорогие друзья. Итак, после хода коня А5, что же у нас было? Да, вы знаете, предчувствия меня не обманули, черные взяли на А5, конь пошел на Б4, слон Ф4, конь С6. Вот это любопытно, кстати, черный конь идет вперед и отдает, кстати, пешку на А6. Ладья бьет А6, кстати, не последовало. Любопытственно. А что имелось на ладья А6? Давайте смотрим. Конь Д4. А, здесь просто у слона нет места для жизни. Да, понятно. А если он ушел с этой диагонали, то на слон С4 белые попадают. Ну, хорошо, слон Д3, может быть, какая-то такая вот возня получалась с разноцветными слонами. Ну, хорошо, сыграно ладья А3. А5. Вообще-то лишнее пешка у черных. Слон Б5. А, ну и вот здесь соперники стали повторять ходы. Ну, на самом деле, действительно, черным не хочется просто так пешку опять терять. Поэтому они предлагали размены, а белые не принимали. Ну, что я могу сказать. По-моему, Фабиано Круана выполнил сегодняшний долг. А вот Магнус Карлсон, наверное, недоволен. Он понимает, что его напарником будет непросто бороться против более авторитетных, более сильных шахматистов в Соединенных Штатах Америки. Ну, давайте, что там случилось и случится, мы сейчас увидим. Я просто должен закончить рассказ сначала о лидерском столике, где играют украинцы и индийцы. Кстати, Криворучка, вот смотрите, не сумел обыграть, выиграть увидито. Это там у нас была берлинская, берлинский вариант испанской партии. Но вот я даже не могу вам показать заключительную позицию, но ничья. То, что индийский товарищ сделал ничью черными фигурами, это уже маленький успех. Так, Корбов играет против Ситу Романа. Так, ну здесь был когда-то Раузер, советский мастер Раузер, но очертания уже изменились. Конь G6. Ну, собственно, любой размен облегчает положение черных. Вы знаете, вот это мне совсем не нравится за белых. Зачем же белые таким образом делают более компактную черную структуру? Мне кажется, ух ты, а вот теперь понятно. Да, E5 это мощный удар. Ну, правда, черные, знаете, действуют по методу резиновой стены. То есть вы сделали вмятину, но ничего, это вмятина сама собой расправится. Взяли, взяли. Ну, теперь конем на E5 не хочется идти. Там после взятия пешка на H2 подвисает. Это H4. Ладья H5. Ну вот, многое будет зависеть от того, являются ли эти пешки подвижными, или они являются просто мишенями для белых. Например, если сыграть слон H3. Вот такой важный момент. Что здесь могут сделать черные? И могут ли? Если ход, например, G5. Ну, тогда, правда, слон G4, я боюсь, что пешка на G5 потеряется без компенсации. Ну, трудно сказать. Ну, такая непростая, с практической точки зрения, позиция. Может быть, черные где-то могут, вот, допустим, в какой-то момент подготовиться, потом сыграть А4, А3, еще прорезать диагональ для слона. Но не исключено, что вот эти пешки все-таки могут стать в какой-то степени слабостью. Например, ладья E3, где-то, может быть, сдвоение. Не исключено, что черным все-таки придется каким-то образом пассивно защищать эти пешки. Но пока не сыграл слон H3, гроссмейстер Ситураман. Хорошо. Ощущение такое, что матч Украина-Индия происходит в равной борьбе, и кто выиграет, одному богу известно. И ничего не известно, чей это будет бог. Так, теперь переходим к американцам. На первом столике ничья. К американцам, а также к христофорцам и колумбийцам. На первом столике титаны согласились на ничью. На втором вот видим, что Хаммер какие-то агрессивные планы на королевском фланге намечает. Но вы знаете, мне не нравится слон на А6, как-то он здесь немножечко застрял. Как Винни-Пух в норе у кролика. Здесь где-то вот если черные сейчас удачно надвинут пешки, этот слон просто может оказаться в беде. Потому что конь на F7 вообще шикарным образом здесь все контролирует, все защищает. Где-то сейчас F5, E5, и может быть этот слон вообще потеряется. Кстати, после E5, ну правда пока E5 невозможно, из-за конь бьет F6. Но потом в перспективе и конь на D4 встанет. Уже сыграно F5. То есть вот мы видим, что Хикару начинает нападение с этого хода. Кстати, более чем логично. Слон с H8 выходит. И то, что у белых конь вынужден уйти на H2, это очень плохой признак. Я подозреваю, дорогие друзья, что здесь Накамура начал жесточайший накат на позицию черных. Вообще, как минимум можно сыграть слон, бьет B2. Вот просто взять, откушать пешку ни за что. Вот совершенно ни за что. Так что запутался где-то. Йон Людвиг Хаммер, напарник Магнуса Карлсена. Он вместе с ним... Они дружат, и он вместе тоже работает. Ну, не знаю, по-моему, просто запутался. Где-то сейчас еще потом E5 пойдет на E4. Ну, я не знаю. Пусть Хаммер все покажет. Он парень бодрый. Переводится как молоток. Так что пусть этот молоток сумеет забить свой гвоздь. А пока я, честно говоря, не понимаю. Ну, хорошо. Итак, пока мысленно ставим маленький плюсик американской команде. Наверное, где-то у них перевесик. Так, на третьем столике. Ну, я даже не знаю, как это случилось. Ну, здесь в центре происходили всевозможные размены. Я полагаю, что небольшой перевес белые сохраняли. Просто потому, что черные пешки по центру являются мишенью для атаки. И, в общем, белым просто проще играть, да? Вот так. Настроил дуло и стреляешь просто прямиком. Ну, по-моему, тяжелая позиция у черных. Вот видим, что сейчас Тарри пытается вырваться каким-то образом. Но выясняется, что просто банальная связка при вертикали D. Ну что, какие-то эти предчувствия, которые были у всех, пожалуй, они как-то реализуются. По-моему, американцы постепенно просто реализуют превосходство свое в классе. Ферзь B7, правда, подождите, давайте посмотрим. Здесь же подвисает ладья. А в перспективе где-то черные лошадки на F4 поскачут. Это значит, что где-то будет удар на G2. И, соответственно, может быть, и у черных здесь действительно будет контригра какая-то. Но, правда, надо начать все-таки с хода ладья D3. Дело в том, что связка – это дело серьезное. Если этот ход конь пошел на F4, и теперь на конь G2, наверное, уже какая-то кара небесная постигнет черных. За все эти комбинации восьмой ряд провисает. Ну, хорошо, ладно. Первое слово дороже второго. У Уэслисо, по-моему, перевес. Ну и, наконец, Сэмюэл Шэнкланд неожиданно уже сыграл в ничью. Вот это номер, кстати. Вообще, эта социальянская позиция мне, казалось, предвещала какое-то массовое пролитие крови. Но почему-то не получилось. Ну, так бывает, что когда идет острая борьба, просто быстрее приходим к нужному результату. Ну, вот видим, что Шэнкланд первым атакует. Вообще, если бы белым здесь дать еще один ход, да, допустим, конь D3, конь B4, и у белых было бы просто стратегически выиграно. Ну, вот говорят, что шахматы – это драма одного темпа. И черные успели здесь вскрыть игру. Угрожает мат. Ух ты! Ух ты! Начинаются какие комбинации дня. Где-то здесь на пункте B2 должна разразиться катастрофа. А теперь ферз неожиданно переправляется на A2. Ну, достаточно серьезная, неприятная инициатива у черных. Я вообще удивляюсь, как Шэнкланд здесь не выиграл. Может быть, было что-то посерьезнее, но даже так вот выглядит, согласитесь, тревожно. Еще бы где-нибудь слона активизировать, но совсем было бы хорошо. Ну, вот. Да и здесь тоже, смотрите, какая по виду тяжелая позиция. А что вообще произошло-то? И вот что, это говорят, что это ничья? Мне кажется, Уркидал просто сдался. Давайте взглянем на эту позицию трезвым взглядом. У черных две лишние пешки, выигрывающая атака. Я ничего не понимаю. По-моему, это 0-1 просто стоит. Муртас, как ты думаешь? Ну вот, напротив меня Муртас Кашгалеев, ну он-то понимает. Вот. У меня просто глаз замыленный. Ну, конечно, 0-1. Ясное дело, что... Итак, дорогие друзья, давайте забудем про американцев. Они ускакали вперед голопом. Голопом и, в общем, норвежцы, к сожалению, их не смогут удержать. Я думаю, что главной трудностью американцев будут завтра и послезавтра. А сегодня борьбы, ну какая... Ну, понимаете, вот если бы Магнус выиграл бы быстро, ходов 20, тогда была бы борьба, была бы психология. Ну, а здесь, ну, о чем говорить-то? Ну, это все понятно. В общем, как говорится, против Лома нет приема, да? Так, хорошо, значит, будем болеть за других товарищей. Муртас, если хочешь, присоединяйся. Посидеть? Нет, сидеть можно только с микрофоном и говорить, да. Так, я обращаюсь к нашим режиссерам. У меня нежданный гость. Так, не, вот надо тут одеть так, чтобы... Вот смотри, как я одеваю. Вот, да, и, соответственно... Нет, правильно-правильно все делаешь. Нет, нет, вот так, чтобы... Ну, вот видишь, вот сюда, вот, вот так вот. Смотри, внимательно повторяй, да. Так, и подвигайся ко мне сюда поближе. Может, даже операторы сейчас покажут нашу сладкую парочку. Вот так правильно, да. Итак, Муртас освободился от своих игротских дел. Как сыграл, кстати? А я сегодня отдыхал. А, отдыхал, но это совсем приятно. Вот, как команда выступает? Ну, команда играет в не лучшем образом, по сожалению. Мы передуем какие-то легкие матчи или удачные с обидными поражениями. Поэтому, ну, сегодня вот мой череп отдыхать. Но я играю так же, как и команда. Ну, на каком месте коллектив, просто расскажи. На 36-м месте у нас 37-й рейтинг. В общем, играем как бы. Ну, какие задачи вы ставили на Олимпиаду? Опередить соседей, как я понимаю? Да нет, задача просто как-то играть в партии какие-то, делать ходы, я думаю. А какой состав у вашей команды? Расскажи вот так. Просто мы в лидерах вашу бригаду не видим. На первой доске у нас играет Ренат Джумабаев. Джумабаев, да? Да, единственный гроссмейстер, кто имеет 2 600 сейчас в Казахстане. Дальше на второй доске у нас талантливый парень без звания. Его зовут Азамат Утигалиев. У него рейтинг 2 500. Ну, я с ним так много Блиц играл, знаю, что парень действительно талантливый. То есть совсем без звания, да? Да, звания у него пока нет. Вот ничего себе, приехала команда из такой шахматной страны. На второй доске человек без звания. Редчайший случай, я просто не помню такого. Когда сейчас гроссмейстер в каждом подъезде, вот не знаю, как у вас. Вот у нас в Москве в каждом подъезде с большой вероятностью живет гроссмейстер. Я просто знаю это, да. Ну, хорошо. Я играю на третьей доске. Так, не подведешь. И на четвертый у нас гроссмейстер Исмагомбетов Ануар. И на пятый запасной гроссмейстер Петр Костенко. Тоже известный шахматист. Все хорошо знакомые лица. Да, но, к сожалению, в лидеры выбиться не удалось. Сегодня с кем играете? Сегодня играем с Австралией. А, с Австралией. Ну, тут даже я не знаю, за кого я болею, потому что в Австралии тоже полно у меня знакомых. Так что пусть победит сильнейший. Ну, а мы давай, Муртас, посмотрим на текущее событие. Так, значит, про американцев забыли. Так. Но американцы побеждают, да? Побеждают. Ну, они побеждают сегодня. Но давай не будем заранее корону на них. Нет, нет, я про сегодня говорю. Корону на них, да, да. Вдух еще случится чудо. Хотя вот давай так, кто может остановить американцев? Ну, так гипотетически. Азербайджан, да? Вот смотри, видишь? Азербайджан. Сейчас Азербайджан обыгрывает убедительно Россию. Это что? 4-0, да? А потом выходит воодушевленный на американцев. И вот тут-то американцы, наверное... Нет, ну, есть же еще Индия. А, Индия, может, проиграла? Нет, с Индией уже играли. Вот в чем вся штука. С Индией-то играли. Украина? С Украиной тоже американцы играли. Вот проблема-то. По второму разу нельзя сыграть. Ну, в общем, мало там, мало остается таких коллективов, которые по весу сопоставимы. Понимаешь, я именно... Я понимаю, да. Вот, именно такую обстановку. Так, ну ладно. Давай тогда немножко на позиции посмотрим. Ты свежим взглядом оцени. Ильянов против Харикришны. Ну что, имеет здесь значение пункт С6? Или это так, миф? Ну, небольшой. Конечно, имеет. Ну, без ладей-то, наверное, уже не настолько. Без ладей уже... А чей ход? Ход черных, да. То есть, пешка еще до Б5 не пришла. Да, я думаю, будет ничья. Ну, близко к ничьей, да? Уровень игры. Вот, кстати, ваша команда. Да, я вижу, да. Да, ребята склонились там за доской. Играют за себя и за того парня. То есть, за тебя, да. Ну, у вас, кстати, как ротация в команде происходит? Более-менее равномерно? Или есть люди? У нас равномерно, да. Мы все отдыхали по одному-два раза. Ну, в принципе, это правильно, нормально. Особенно, если команда скомпонована из квалифицированных игроков. Просто во многих коллективах, ну, там видно, что пятый номер не соответствует. Понимаешь, уровню команды. И вот им приходится играть четверым индийцам. Кстати, все время, последние туры, все время играет одинаковый состав. Я уже даже забыл, кто у них там пятый. Да, у них чемпион Индии Кротикьян пятый, но он явно уступает по силе игры. Так вот, я про это, кстати, и писал сегодня в Фейсбуке, что это проблема китайской сборной, по-моему, в этом году. Что у них всегда был пятый игрок, сильно отстававший по уровню игры, который играл одну-две партии и в чемпионате мира прошлого года, и на Олимпиаде. А здесь у них пятый ВИИ, и у них слабых мест вообще нет, и поэтому команда играет не очень удачно. Ну, парадокс. Обычно команды, наоборот, стремятся к тому, чтобы была вариативность состава. По идее, да, но очень часто получается, что команда одним составом играет лучше, чем вот, видимо, то, что они играют за того парня. Вот в прошлый раз, по-моему, ВИИ сыграл одну или две партии, и на чемпионате мира у них вообще, по-моему, игрок был 2-4-130. Это не помешало им выиграть досрочно. Да. Вот. И вот, то есть, есть какие-то такие ситуации, когда… Ну, какие-то мистические, я бы сказал, моменты, потому что… Ну, хорошо, каждый тогда… Знаешь, как футбольные тренеры говорят, что когда игрок абсолютно уверен в том, что ему есть место в составе, и он как-то настроен на игру, а когда он перед каждым матчем думает, что вот его сейчас снимут, его сейчас снова отправят на лавку, поэтому психологическое состояние может быть не очень хорошее. Ну, какие-то такие моменты, видимо, психология, да, еще могут работать. Ну, возможно, да, но у индусов-то сильная команда. Конечно. Вот эта четверка. И вот они работают хорошо. Давайте посмотрим, как Атхибан бьется против Пономарева. Все-таки отдал. Отдал он пешку на Д3 и делает ставку на вот какую-то компенсацию. Ладья Д8, здесь бить на Ц5 нельзя из-за конь А5, ну, просто конь Д2. Ну, то есть Атхибан, я так понимаю, собирается отрабатывать ничью аккуратно. Собственно, лишняя пешка черных не очень-то чувствуется, да, потому что… Я думаю, ничья будет. Слабость, да. Да, но, в общем, аккуратно играют оба гроссмейстера. Но черные-то точно, наверное, ничем не рискуют, если на Ф7 ничего не прилетит. А оно не прилетит, да, пожалуй. Над этим столиком уже ничья. Так, и Коробов. Коробов, вот здесь я хотел спросить твоего мнения. Вот эти пешки Е6, Д5 – это слабость или сила? Ну, мне кажется, что у Коробова хорошо было в этой партии. Вот было, а. Ты знаешь, после ладья Ц4, вот теперь уже не будет хода слон Ж4. Может быть, где-то с Ж5 он задумал, хотя там пункт Е5 есть, да? Ну, давай, вот если… Вот ладья Э3 сыграно, проходит ли Ж5 или это… Да, Конь Е5 шаг. А, Конь Е5 и связка по пятому ряду. Хорошо, а если Король Ф6, дальше продолжили. Король… Ну, ладья Е1. Ладья Е1, и все зависает, да? И белые не рискуют, мне кажется, уже никак. Да, белые выигрывают просто. Потому что грозит слон Е6, а на ладья Ц6 будет слон Ж4. Ага. Ну да. То есть вот здесь немножко не срастается у черных, но думает сейчас Антон Коробов. Ну, сложный момент. Ну, белые-то вообще, наверное, хотят просто сдвоиться. Ну да, да, напасть. И поднажать на пункт Е6. То есть перед Коробовым стоят такие непростые задачи. Ну, кто-то на его месте в Блице, наверное, сыграл бы ладья Е5. Да, но здесь не обеспечишь ведь… И потом ладья Е4, да? Вот идея в том, чтобы такой большой конгломерат пешек сделать. Но одно дело в Блице на планете по минутке, а другое дело на Олимпиаде в серьезные шахматы. Это так, что весь мир на тебя смотрит. Так просто ладью под бой не подставишь, да? Да, белые еще и брать не обязаны ее. В этом же они могут пойти в Б3, там Ж4. Это я не знаю, наверное, глупостью, но… Нет, ты вбрасываешь идеи. Ты вбрасываешь идеи в эфир. Не все они обязательно могут быть 5-звездочного качества. Мне кажется, в ладья Е5 проблема, что нету идеи активной. Ну, хорошо, может быть. Итак, ну тогда, если вот наше рассмотрение такое короткое и справедливое, значит, у индийского шахматиста не так плохо. Нет, у индийского становится вообще кажется хорошо, да. Да, белым бы еще форточку сделать, и потом уже можно как-то… Ну, правда, форточку сделать в такой ситуации непросто. Б3 же это не форточка, а скорее наоборот, да? Ну, Б3, он, наверное, не пойдет, да. Не пойдет, да. Ну, хорошо, ситуация достаточно спорная. И вообще, в целом, матч Украина-Индия, пожалуй, примерно равный. Ну, хорошо, давай на россиян посмотрим. Вот, у нас… Я просто на россиян смотрю каждый день, ты, наверное, их вообще не видишь. Да я же играю, меня отвлекают партии. Да, вот всякие мелочи отвлекают. Нет, для игрока я, конечно, смотрю очень много. А для зрителя… Вчера вот меня Гондурас отвлекал. Гондурас, да? Пять часов, да. И я думал, что легко выигрываю, чуть не проиграл. Что, и в Гондурасе тоже научились играть в шахматы, да? Ну, во всяком случае, мне кажется, сейчас все умеют играть. Даже несмотря на рейтинги, возраст. Ага. Вот смотри, кстати, как Мамедьяров изящно ладьей прошелся по менному полю. Ну, тут связочка, да? Значит, сначала ладью поставил на e4. Сережа не понял за тем. А потом, бац, еще ладья c4. Красиво. А что, на c5 переводят ладью. И хочет пешку на а5 съесть. И последовало слом бьет c4. Ну, вообще, неожиданность определенная. Мне казалось, что у черных так достаточно безопасная позиция. Ну, вот здесь белые неожиданно заскочили за пешкой на а5. Так ведь можно и партию проиграть. И что? Итак, пешка отдана. Может быть, ладья d4, ладья d2. Может быть, так как-то можно запрыгнуть и с пешкой g2 немножко пообщаться. Да, но проблема, что конь c3, да? Конь c3, шажок. Король. g1, да. Но это уже какое-то достижение. Ну, и, наверное, как-то вот так надо... Я не знаю, там, правда, конь e4 на g5 повиснет, да? Ну, в общем, да. Ну, хорошо. Так, конь e4, король. А ладейник ничейный, наверное. То есть конь d6, конь бьет b5. Ну, там... Не, ну, можно сразу бить на b5. Но, наверное, это ничего не дает. А можно и сразу бить на b5, да. Ну, видимо, Сергей вот как-то так хочет спасаться. Но совершенно ясно, что здесь черным надо действительно как-то соскакивать. Но получится или нет, не факт. Но молодец Шахриара обманул вот какими-то такими потайными ходами ладей. Сумел добраться до пешки опять. И сейчас здесь действительно идет борьба на два результата. А, может быть, там можно шаг дать и а4 пойти, да. Ну-ка, давай еще раз. Так, сюда. Шажок. Король g1. Здесь, правда, может быть слон d3. А, слон d3, ладья d8. Да, тоже вот не метод, да. У слона нет места для жизни. Итак, даем шаг. И теперь играем а4. Ну, вот здесь слон d3, наверное. Ну, вот... А, тогда по пятый шаг. Ладья a5. А, и на g5 висит, да. То есть неприятно, да. Да, неприятно. Оказалось, да, что совсем равная позиция. Совсем равная, но оказалось неравная, да. Ну что, это тревожный симптом для россиян и приятный для азербайджанцев. У нас сейчас получается так, что у меня была возможность поддерживать и россиян, и азербайджанцев, а сегодня у нас табачок пойдет в рось. Так, крамник против раджаба. Ох, дорогие друзья, смотрите, здесь началось. Итак, я здесь рассуждал о всяких структурах, ну, а Владимир Борисович решил, что главное ввязаться в войну, а там посмотрим. c5. Теперь на взятие, видимо, просто там либо слон b2, берем на e5, потом еще конь c4 добавляем. Таймур принимает брошенную перчатку и отправляется в атаку. Ну, крамник действует как классик, видим, что до пункта d6 пытается добраться, но Таймур немножечко возражает. Слон b5, ладья c1, напряжение нарастает и ударчик. Я не знаю, почему раньше нельзя было есть, но это уже так, это уже история. Так, cd и что дальше? Здесь же как-то ладья по вертикали e может какой-то момент сработать. Да, но у черных, мне кажется, просто стратегически очень тяжелая позиция уже, долгое время, но со слоном на a7. Ну, знаешь, по сравнению с астроиндийской, слон с a7 все-таки как-то работал, мог войти в игрок. Да, но по сравнению с астроиндийской пешки далеко не так стоят, как хотелось бы черную. Да, вот здесь может быть какой-то ответный плюсик для россиян, да, потому что пешка на c7 слабая, пешка на f4, вообще у белых все стоит так по-человечески. Король слабый. Ну, если разменяться на f1, наверное, взять надо королем. Да, и fd2. Похуже у черных, дорогие друзья. Итак, Мамедьяров владеет преимуществом в своей партии. Кстати, перешел владейное окончание Ковякин. А, вот в такое. Ну, в такое, а что же тут хорошего-то, потому что брать-то на a4 просто нельзя, проигранное пешечное окончание. Тяжелое, потому что ладья уходит, владе c4. Так у белых просто лишняя пешка и позиция еще лучше, они будут сейчас нападать же первыми. Да, не совсем понятно, да? Ну, видимо, от безысходности, что там терялась или вторая пешка, или... Вот проблемы у слона b5. Слона b5 слом. Ну, ладно, в общем, видимо, у Мамедьярова перевес большой, а у Крамника просто перевес. Но мы пока не знаем... Но тоже не маленький. Тоже не маленький. Ну, хорошо, давайте мысленно поставим 1-1, чтобы никому обидно не было. Теперь на следующей доске у нас... Сохраним интригу, да? Да, не будем говорить правду, да, Муртаз, ну что, мы скроем же, да? Так, теперь вот во встрече Мамедова против Томашевского. Так, это у нас Грещук куда-то уходит, а операторы за ним прям идут как папарацци, да? Так, c3. Мамедов начинает войну. Ну, надоел ему цаткаться с этой пешкой b2. Как-то она вот... И решил Рауф, все, пора. Ну, кстати, вполне резонно так по центру наступает, нагнетает. По виду поприятнее у белых, все-таки конь какой-то непрекаянный. Пешка на d6 слабая. Ну, не знаю, может быть, ферзь c7 как-то надо сыграть и немножко поддержать вот падающих бойцов. А с другой стороны у белых тоже есть какие-то слабые пешки. Может, не так много. Можно конь d7 даже пойти, на c5 его ввести. После ферзь d4, да, вот сейчас? Да. Конь d7. И потом как-то держаться, да, вот здесь? Да. Так, слон... Вот я, кстати, не знаю, куда. Может, слон a2 сыграл. Тут на e4, кстати, подвисает неожиданно. А слон c2 тогда, ну... Тогда ладья d8. Ну, или конь e6, и потом... Ага, и потом на f4. Ферзь c7, да, как-то. Да. Хорошо, можно крутиться. Кстати, так и сыграл Томашевский. Ну, ясно, что это некий размен слабостями. У белых есть слабости, у черных есть слабости. Не, кстати, Мамедов амбициозный ход очень сделал, да? Взял ферзем. Он же мог cd просто ударить. Так. Фиксируя, мне кажется, небольшое преимущество. А если d5? Где-то вот так, там, на a3 полетит. А, да, да. d5 и конь на c4. Да, да. Не факт, можно похуже встать. Да, да. Так что Рауф сыграл правильно. Хорошо, дорогие друзья. В общем, здесь мы пока ставим знак равенства. Примерно полтора очка на полтора очка. И, наконец, эпическая битва. Просто масштабное полотно во встрече Грищука против Найдича. Ну, это вариант Виновера. Ух ты! Вот странно. Я, честно говоря, комментировал с таким акцентом, что ход c4 делать не стоит. Потому что слон на a3 выходит, у белых развязываются руки. Но давайте посмотрим. Ну, есть, во всяком случае, материальное обоснование. Пешка на a4 обречена. Но я вот, не знаю, я смотрел эти позиции очень долго именно со стороны черных. Мне всегда казалось, что пешка на a4 в метельшпиле не имеет особого значения. А до n-шпиле черные, как правило, не доживают. Вот, и вот сейчас мы будем изучать. Ладья a2, ход очень хладнокровного человека. Просто ферзя, видимо, хочет освободить для дел грядущих. b5, ферзь g4, напали на пешку. Ладья g8. Вот единственная радость, что слон с d3 на h7 здесь не идет, да? Слон a3. Ну, белым надо как-то f4, f5 проводить, если получится, да? Ладья b6, g3. Ну, видимо, идея такая. Басическая ситуация такая, да. Слон h3, f4 и f5. Но черным где-то после f4 надо ходом g6 встречать, чтобы там ничего не прорвалось. Вот я помню такую народную примету, как f4 сыграл, сразу можно играть g6. А не сыграл f4, g6 не надо трогаться. Здесь вот есть такие, знаете, народные приметы. Птицы полетели на юг, значит, сейчас похолодает. Вот. Ну, как-то так вот, да. Ну, короче. А, кстати, уже тут много чего последовало. Тут народные приметы сейчас уже, видимо, отойдут на второй план. Конь b7, слон h3, король d8. Смотри, вот птица полетела, полетела на ферзевый фланг. Значит, на королевском что-то сейчас случится. Опа. Кстати, интересная идея. Черные хотят просто задавить белых на ферзевом. Ладья b1. Горячук возражает, а найдич, собственно, говорит, что все равно. Настаивает, да. cb. Так, а что же происходит? На конь c6, что здесь будет у нас? Может быть, просто сброс пешки, просто b5, чтобы слон работал. Как думаешь? Ну, на d4 заберет. Или там на d4, да. На d4 пешка серьезная. Если сыграть c3, взять, допустим, взять. Ну, тут как-то структура разрушается у беленьких, да? Ну, условно говоря, условно говоря, вот если мы получаем такую структуру, к чьей это выгодия. Ну, не знаю, ферзь b5, может быть, просто как-то цинично попробовать здесь пробиться. Хотя в членах тоже свои сложности, наверное. Ну, фигуры отстали. Не, может быть, сразу c3 тогда можешь играть. А, то есть не... Да. А я бы, может, с точки зрения белых не менял бы ладьи. Ага, чтобы пешка c, да, далеко не прошла. Ну, в общем, короче, мы ничего не поняли на самом этой позиции. А вот эта позиция, да? Потому что на конь c6 Грищук не сделал неправильный ход c3, а сделал правильный ход f5. Ох, какая битва будет, да? Я прям руки потираю в нетерпении. Да, на аб, фе можно же убрать. Так на аб там же пешка связана. Да, аб, фе. Там же можно все пробивать. На е6, на g8, на d5. Ну, дорогие друзья, мне кажется, вот в этой партии будет решаться исход матча. Потому что здесь кто выиграет, тот и, видимо, будет у нас ликовать и пить шампанское вечером. Ну, Аркадий думает, видимо, он что-то подзевнул. Может быть, что-то подзевнул, а может быть, сейчас мы увидим какой-нибудь... Причем, он примету g6 не знал. g6, нет, ты знаешь, g6-то оно идет при коне на е7, а здесь, наверное, просто там не хватает бойцов. Да, но он сыграл какой-нибудь c6. А, нет, подожди, вот здесь, ты хочешь сказать, вот здесь сыграть g6? Нет, на ход раньше. Ты знаешь, на ход раньше, то есть, либо b4 ты играешь, либо g6. Ну, там, правда, могли ударить на е7. Да, в общем, давайте отметим наши первые визуальные впечатления. Наверняка неправильные. Белые завладели инициативой. Ну, а что случится дальше, это одному Всевышнему известно. На него и уповаем с обеих сторон. Так, 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 так. Ну, ты знаешь, вот твоих, твоих собратьев по оружию я не смогу показать, потому что у нас трансляции просто-напросто нет, нет этих вот партий. Ну, хорошо, да. Так, хорошо. Ну, давай, Белявский-Широв, перед перерывом посмотрим. Дорогие друзья, сейчас мы уйдем на перерыв. Я понимаю, что мы злоупотребляем вашим вниманием, но в кое-то веке ко мне пришел напарник. Я вместо привычного монолога, обычно я спорю сам с собой. Знаешь, вброшу какой-нибудь тезис, а потом начинаю сам себя опровергать, уверенно. А тут ведь есть с кем поговорить, это же всегда приятно. Я себя чувствую вообще в эфире, как Робинзон Круза. И вдруг появился Пятница. Пятница такой разноцветный, красивый, который еще сразу понимает свой язык. Ведь Робинзону, вспомнишь, ему пришлось же долго обучать Пятницу. Так, ну давай здесь не будем отматывать, а то мы совсем здесь, видимо, утонем, да. Так, Широв играет белыми, материальное равенство, и он хочет съесть пешака на А5. Правильный комментарий? Правильный. Ну, он, наверное, получше стоит. Получше, да. Вот эти два слона здесь, это не догма, да, потому что белые лошадки расположены очень технично. Ну, на А4, наверное, на Ц5 заберемся. Да, пешка просто падает. Где-то B2, B4 при случае последует, не будет АБ из-за провисания. Ну, я там, не знаю, даже... Но и пешку трудно защитить. Пешку трудно защитить, да. Итак, в общем, здесь молодость давит пока, а опыт держится. Ну что, дорогие друзья, давайте уйдем на перерыв, и мы с Пятницы еще потом обсудим ситуацию в неформальной обстановке. Отдыхаем.